На вызов к мужчине с обмороками и судорогами Яков и его бригада приехали в два часа дня. На пороге медиков встретили двое нетрезвых мужчин. После осмотра и всех необходимых процедур врачи приняли решение о госпитализации. Вот только пациент с этим не согласился и начал высказывать свое недовольство в грубой форме. Пациент схватил меня за горло. Я этого не ожидал, вырвался, но в этот момент этот же пациент ударил меня левой рукой по лицу. В этот же момент второй мужчина, который вызывал скорую помощь, схватил меня сзади за куртку, развернул к себе и нанес головой удар мне в переносицу. Врач сразу же вызвал полицию и написал заявление. Медосвидетельствование показало ушиб спинки носа и мягких тканей головы. Согласно статистике, в этом году зарегистрировалось 48 случаев нападения на врачей скорой помощи в Челябинске. Наши пациенты периодически жалуются на то, что бригада скорой помощи едет дольше, чем ей положено. Но и в будущем возможно сокращение количества бригад, потому что медицинские работники, особенно женщины, не согласны работать в таких ужасных условиях, когда происходят такие случаи нападения на бригаду. На 70% на скорой помощи работают женщины. Решение проблемы сами врачи видят в изменении законодательства, которое пока не защищает их от нападок буйных пациентов.